Контроль за ремонтом и строительством социально значимых объектов задача проекта «Наше общее дело» партии «Единая Россия». Помогают в этом муниципальные депутаты и общественный актив. В Волоконовском районе на завершающем этапе находятся четыре таких объекта. Продолжит Светлана Гмыря. Старо-Ивановское сельское поселение – одно из крупнейших в Волоконовском районе. До недавнего времени единственным местом для занятий физкультурой был только спортивный зал в школе. Молодежь Старо-Ивановского округа выступила с предложением обустройства спортивной площадки в центре села. Инициатива была поддержана. И в июле этого года начались работы по обустройству спортивной универсальной площадки. За работой следили депутаты и общественники. 16 сентября многофункциональная площадка в центре села была открыта. Еще один объект благоустройства – водяная мельница в селе Ютановке. Она была построена еще в 1914 году и является памятником архитектуры. Здесь отремонтировали крышу, заменили окна, пол, обустроили прилегающую территорию, построили беседки возле реки и пирс. И на этом работа не планирует заканчиваться. В планах еще нужно обустроить экспозиции музейные, музей металлургии на одном этаже, на одном музей хлеба и на одном будет световая и звуковая инсталляция. Я думаю, что интерес к этому объекту и вообще к селу Ютановка, как к туристическому объекту, будет огромный. В Волоконовке обустраивают и дворовые территории. Например, у жителей дома номер 35 на улице Ленина никогда не было асфальта. Сейчас тут появилась парковка, лавочки, бордюры, ограждения для детской площадки. Татьяна Губина живет здесь с 1978 года и принимает непосредственное участие в благоустройстве дома. Мы хотим, чтобы наш двор был самым зеленым, поэтому озеленение нашего двора – это тоже ближайшая перспектива, потому что это наше общее дело, наш общий двор, наша общая земля. Месяц назад начали ремонт фасада многоквартирного дома на улице Комсомольской. Утеплили и загрунтовали стены. Все решения обсуждают вместе с жителями. Очень приятно то, что жители, включив в программу общее дело, они активно участвуют и в обсуждении, и в оказании помощи максимальной. Те, кто выполняет объекты, они воспринимают те предложения, просьбы жителей, которые нужно выполнить. Задача проекта «Наше общее дело» – это не только контроль, но еще и диалог с жителями. Поучаствовать в переменах своего края может каждый. Светлана Гмыря, Денис Копыч. Такой день на «Мире Белогородской».